добрый день друзья сейчас мы с вами рассмотрим такой важный момент как создание группы в контакте это необходимый элемент который вы будете использовать для своего продвижения и так для того чтобы создать группу мы с вами авторизуемся под своим аккаунтом в контакте заходим на свою страницу переходим во вкладку группы нажимаем создать сообщество придумываем название для нашей группы у меня она уже заготовлена вы придумывайте свое выбираем вид сообщества видов может быть несколько групп по публичной страницы или мероприятия вам нужно выбрать группу это самый оптимальный вариант который мы рекомендуем для создания вашей группы далее выбираем тематику сообщество по интересам блок и подраздел например бизнес нажимаем создать сообщество как вы видите наша группа уже появилась она уже создана теперь нам нужно отредактировать все ее параметры самое главное с чего мы начинаем это описание сообщества сюда я уже копирую также заготовленный мой вариант вы же будете продумывать это самостоятельно тип группы оставляю открытая потому что в открытую группу могут вступить все желающие пользователи что нам нужно для нашего продвижения оставляем адрес страницы такой который у нас есть или можем изменить на более короткие также на ваше усмотрение я придумала для себя короткий адрес короткая ссылка я ее копирую нажимаю сохранить вы видите что страница обновилась и строке браузера мы видим что после слэша стоит наше короткое название группы не цифры это нужно для того чтобы при предоставлении данных своим партнером им было проще найти вашу группу и так для того чтобы отредактировать другие параметры нашей группы нам нужно зайти в управление для этого нажимаем на три точки которые находятся под аватаром управление сообществом помимо тех элементов которые мы уже заполнили у нас есть возможность добавить свой веб-сайт добавляем кроме того есть возможность загрузить обложку сообщества загружаем нажимаем сохранить и продолжить обложка сообщества успешно загружена переходим на основную страницу вернуться к странице в правом верхнем углу теперь мы с вами видим что обложка сообщества загружена но нет аватара для этого нажимаем на клавишу загрузить фотографию и выбираем файл для аватара здесь вы его можете отредактировать под тот размер который вам нужен или оставить так как есть нажимаем сохранить и продолжить в результате вы видите что он нашего сообщества у нашей группе есть обложка есть аватар а также на стене появилась первая запись о том что мы обновили фотографию переходим опять во вкладку управление сообществом в меню которое находится с правой стороны нажимаем разделы и здесь мы с вами можем настроить основные элементы которые будут доступны или недоступны для ваших подписчиков и участников группы стена которая находится на основной странице вашей группы может быть открытая закрытая или ограниченная на открытой стене могут писать сообщение и оставлять комментарии все пользователи на ограниченные могут писать только от имени сообщества комментировать записи могут все пользователи а на закрытой стене можно писать только от имени сообщества. Комментарии отключены. В нашем случае мы поставим закрытые, потому что публиковать информацию мы будем от имени своей группы и не будем допускать записей от участников. Фотографии могут быть также открытые или закрытые. В нашем случае мы оставим их открытыми, чтобы все пользователи могли добавлять свои фотографии. Видеозаписи, аудиозаписи и другие элементы оставим выключенными. Нажимаем обязательно сохранить. Переходим в следующий раздел с правой стороны, который называется комментарии. Обязательно ставим галочку включить фильтр нецензурных выражений. Для того, чтобы те участники, которые при открытой стене писали какие-либо комментарии, не могли опубликовать свои сообщения без вашего одобрения. Нажимаем сохранить. Переходим в следующий раздел, который называется ссылки. Сюда мы можем добавить ссылки на сторонние ресурсы. Это может быть ваш сайт или какой-то сервис. Я добавлю ссылку на мой сайт. Нажимаем добавить. Ссылка добавлена. Далее переходим во вкладку участники. Здесь у вас будут отображаться все участники, которые находятся в вашей группе. Среди них вы будете добавлять руководителей, может быть кого-то будете добавлять в черный список. Этот момент мы рассмотрим чуть попозже, когда сюда добавим еще одного участника. Переходим во вкладку сообщения. Вы видите, что по умолчанию сообщения сообщества выключены. Мы советуем вам их включить. Вы видите, что появилось поле приветствия, в которое нужно добавить какой-то текст. Этот текст необходим для того, чтобы участники или сторонние посетители вашей страницы в том случае, когда пишут сообщения в вашу группу, автоматически получали заготовленный ответ. И только потом уже подключались вы и давали какие-то более подробные комментарии. Вставляем заранее подготовленное приветствие. Обязательно нажимаем сохранить. Кроме того, вы видите, что вверху у нас есть такой пункт добавить в левое меню. Я советую вам поставить эту галочку для того, чтобы вы при входе на свою основную страницу ВКонтакте, с левой стороны во вкладках видели сразу свою группу, для того, чтобы вы не занимались поиском среди основного состава групп, а легко могли попасть именно в свою группу. Обязательно нажимаем сохранить. Возвращаемся на основную страницу нашей группы. Итак, на основной странице вы видите, что у нас с вами есть обложка, у нас с вами есть аватар, у нас с вами есть первая запись на нашей стене, которая опубликовалась автоматически после того, как мы обновили аватар. У нас есть ссылка на наш сайт, а также контакты в виде создателя. Сейчас мы с вами должны рассмотреть такой важный момент, как добавление в контакты администраторов одного из участников группы. Это нужно для того, чтобы в случае взлома вашего основного аккаунта ваша группа не потерялась и к ней был доступ другого человека. Это может быть либо ваш знакомый, либо ваш второй аккаунт, либо просто друг или партнер. Для того, чтобы это сделать, мы приглашаем в нашу группу друзей. Для этого переходим во вкладку «Вы участник» под обложкой и нажимаем «Пригласить друзей». Здесь появляется список всех друзей, которые есть на вашей основной странице ВКонтакте. Среди них мы выбираем тех, кому должны выслать приглашение. Я высылаю сейчас одному человеку для того, чтобы показать вам, что делать дальше. После того, как я нажала «Выслать приглашение», вы видите, что оно было отправлено, и теперь я его могу отменить. После того, как приглашенный человек отобразился в участниках группы, вы видите его с правой стороны, нам нужно назначить его администратором. Переходим во вкладку «Управление сообществом». Выбираем его из списка участников, у вас их может быть значительно больше, и нажимаем «Назначить руководителем». Здесь у нас есть три уровня полномочий – модератор, редактор и администратор. Модератор и редактор имеют ограниченные права, они могут добавлять и удалять посты в основном. Администратор имеет полные права, он может менять название, адрес сообщества. Кроме того, вы можете поставить галочку «Отображать в блоке контактов». С правой стороны вашей группы отобразится этот человек, которому ваши участники также могут лично написать сообщение или просто увидеть его контакты. Придумываем ему должность. Я напишу, например, тоже «Администратор», а также добавлю номер телефона. Нажимаем «Сохранить». Переходим на основную страницу нашей группы. Мы видим, что в правой части, помимо нашего контакта, появился еще один человек, которого мы назначили администратором. Основные настройки нашей группы мы с вами закончили. Рассмотрим несколько элементов, которые вам пригодятся для дальнейшего продвижения. Под обложкой и под названием нашей группы есть строка «Изменить статус». Здесь вы можете написать короткое предложение, которое будет отображать основные идеи и направления вашей группы. У меня статус уже заготовлен, поэтому я его сюда просто скопирую. Нажимаем «Сохранить». Так как в настройках группы стену мы с вами сделали закрытой, соответственно, публиковать здесь записи мы можем только от имени сообщества. Для быстрого продвижения вашей группы рекомендуется на своей стене в день публиковать 2-3 записи. Для этого встаем в строчку «Добавить запись». Пишем здесь или ранее заготовленный текст, или, может быть, вы будете придумывать его на ходу. Мы можем добавить сюда, помимо текста, фотографию. Можем добавить видеозапись, можем добавить аудиозапись, прикрепить документ, карту, опрос, таймер, поставить значок, что это реклама. Мы можем поставить галочку около слова «Подпись». В этом случае после публикации записи внизу будет маленькая сноска на того человека, который ее опубликовал, в данном случае на меня, на автора этой страницы. Если эту галочку не ставить и нажать на «Отправить», этот пост будет опубликован только от имени сообщества. Бывают ситуации, когда на вашей стене находится очень много постов, но какой-то из них содержит важную информацию. Для этого группа имеет возможность закрепить нам этот пост вверху. Для этого наводим мышкой на три точки, которые находятся в правом верхнем углу от вашего поста, и нажимаем «Закрепить». Вы видите, появилась надпись «Запись закреплена». Все, что вы будете дальше публиковать, все, что вы будете писать на вашей стене, будет появляться ниже этой закрепленной записи. Она всегда будет находиться вверху. Помимо основных постов, которые вы будете размещать на своей стене, пожалуйста, не забывайте, что в группе должны быть фотографии и должны быть видеозаписи. Это повысит ее конкурентоспособность. Теперь мы с вами должны рассмотреть еще один очень важный момент. После того, как вы создали группу, и в управлении сообществом, в разделах свою стену указали открытой, у нас с вами меняется одно из правил написания поста на стене. Посмотрим. Переходим на главную страницу, добавляем запись, вставляем картинку. А теперь посмотрите. Перед тем, как нажать кнопку «Отправить», пост будет опубликован от моего имени, от имени создателя. Но это неправильно. Вы должны выбрать название вашей группы, для того, чтобы пост был опубликован именно от вашей группы. Нажимаем «Отправить». Пост опубликован. Если вы увидели какую-то ошибку, если вас не устраивает картинка, вы можете данную запись отредактировать. Для этого опять же наводим мышкой на три точки, выбираем надпись «Редактировать» и редактируем те моменты, которые нам не понравились. Далее нажимаем «Сохранить». Кстати, здесь хорошо видно, что значит галочка «Подпись автора». Если мы ее оставим, внизу будет указано «Автор создатель страницы», в данном случае «Я». Если мы этой галочки не ставим, пост будет опубликован только от имени нашей группы. Нажимаем «Сохранить». Пост отредактирован. Возьмите, пожалуйста, себе за правило. После того, как вы опубликовали в группе на вашей стене какой-либо пост, какой-либо запись, либо разместили картинку, либо добавили видеозапись, обязательно этой информацией нужно поделиться к себе на свою личную страницу. Для этого под вашим опубликованным постом есть вот такой значок, значок рупора. Мы на него нажимаем, выбираем аудиторию, в моем случае это друзья и подписчики, и нажимаем «Поделиться записью». Запись отправлена. Эта запись появится у меня в новостях моих друзей. Посмотрите, если я перейду на свою основную страницу, вот он этот пост, вот она эта запись. Это нужно для того, чтобы наибольшее количество людей, которые к вам даже случайно попадают на страницу, могли увидеть эту информацию и зайти по ссылке в нашу с вами группу. В заключении хочу обратить ваше внимание на еще один момент. При создании новой группы ВКонтакте не нужно создавать новый аккаунт. На одном аккаунте может быть неограниченное количество групп на разные тематики. Посмотрите, я перехожу во вкладку «Группы» на моей странице. У меня есть два раздела. Все сообщества, в которых я состою, и раздел «Управление». Здесь находятся те группы, которыми я имею право управлять, в том числе и наша только что созданная группа «Онлайн-продвижение». На этом я с вами прощаюсь. Более детальные настройки вы сможете получить на наших тренингах и нашем обучении. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Всего доброго!